Приветствую вас, я полагаю, что основная проблема заключается в том, с точки зрения психологии именно, не с точки зрения эзотерики, с точки зрения психологии. Основная проблема заключается в том, что вы живете с мужчиной, который позволяет своим родителям искать ему девушку-невесту. То есть такое впечатление, что мужчина, он не отвечает за свои слова, не отвечает за свой выбор, не отвечает за свои действия, не отвечает за то, что он делает, и вы с этим мужчиной связали свою жизнь. Вот это то, что я вижу, это то, что мне видится, ну, в данном вот конкретном случае. Вот. Поэтому, да, и он общается с этой девочкой по телефону. То есть как бы, вот, в данном случае здесь проблема, она в том, в том, что вы до сих пор с этим мужчиной как бы вместе, да, и вы ему по сути никаких условий, да, кроме только того, что вы ему не верите, да, никаких условий вы ему не ставите. По факту. Вот. Понимаете? Вот в этом основная проблема. То есть, получается так, что вы как будто, ну, не знаю, как будто позволяете ему вести себя так. Так. Позволяете не только ему, да, но и его родителям вести себя по отношению к вам так. То есть, вы, грубо говоря, не взываете к ответственности мужчину, грубо говоря. Вот. Вот. Грубо говоря. Вы не взываете к ответственности мужчины. Понятно? Какая история. Вот. И именно поэтому все и происходит. То есть, если бы, если бы человек, например, боялся бы, допустим, вас потерять, если бы человек, допустим, видел бы, что вы, ну, не соглашаетесь на определенные условия, да, и что вам вот не нравится то или иное поведение, и он видел, что вы готовы обеспечивать, значит, то, что вам не нравится своими действиями какими-то, вот, то я думаю, что у него бы очень быстро к вам появилось бы определенное отношение, да, то есть позиция появилась бы, вот. Вот. А так он, по сути, так он, по сути, просто вас успокаивает, вот, и все. С этим брат вас успокаивает. И, на мой взгляд, это означает, что он всерьез вас не воспринимает, по сути дела. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. И причина, причина, вот почему, почему он не воспринимает вас всерьез, да, это напрямую зависит от того, как вы себя поставили. Вот. То есть, на данный момент ваше поведение, оно привело, привело к тому, что мужчина ведет себя с вами как с зависимым человеком. То есть, вы от него как бы зависите. Да, то есть, вы как бы терпите наличие у него невесты, которую нашли ему родители. Вы терпите то, что они, я имею ввиду, ваш мужчина и она, у невеста, разговаривают по телефону. Вот. Понимаете? И все, что вы говорите, это, по сути, только то, что вы ему не верите. То есть, я тебе не верю, говорите. Вот. Вот. Ну, это слабо обеспеченная позиция, я бы сказал, к сожалению. Вот. Потому и вы чувствуете себя некомфортно. То есть, вы не обеспечили себе безопасность здесь. Вот. Вы не обеспечили себе безопасность, на мой взгляд. Ну, вот именно, именно в этом аспекте. То есть, в аспекте своего положения по отношению к нему, по отношению к мужчине, по отношению к тому, какое место вы занимаете в вашей паре и в его жизни, в частности. Вот. Вообще, это нормально. Нормально, что вы высказываете сомнения, да, то, что вы живете с человеком, у него там невеста, что вы на меня общаются по телефону. То есть, как бы, это нормально. Сомнения здесь, это нормально. Вопрос в другом. Вопрос, как вы это сомнение обеспечиваете. Вопрос, что вы с ним делаете с сомнениями. Значит, по факту. Вот и всё. Такая история. И я полагаю, что до тех пор, пока вы, ну, вероятно, ждёте и ожидаете, что... Всё само собой решится, да, то есть, вот вы обращаетесь же в заперку, да, то есть, какое у нас будущее, спрашиваете. То есть, это тогда и продлится. То есть, вы сейчас уже в жизни своего мужчины не единственная женщина. И если ничего не изменится, то это, к сожалению, продолжится. Вот и всё. И мужчина здесь, ну да, он поступил, поступает не очень хорошо. Ну да. А что дальше? Ведь его не изменить, по сути. Да, его не изменить, его не исправить. Это значит, что изменить и исправить вы можете только себя, да. Вот поэтому и в данном случае и нужно, и нужно корректировать именно своё поведение. Не поведение человека, а именно только своё, да, вот. Чтобы у него была мотивация, чтобы у него была мотивация ценить вас, дорожить вам и так далее. Вот. Безусловно, совсем безусловно, человек этого делать не будет. Ну, сам, по крайней мере. Сам, по крайней мере. Человек этого делать не будет. Вот и всё. Ага. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Хотя вы задавали его не совсем психологам, да, вы задавали его в разделе эзотерки, но тем не менее. Тем не менее. То есть спросите себя, что вы лично делаете для того, чтобы отношения сохранялись? И делаете ли вы это в ущерб себе? Так? То есть, соразмерны ли ваши действия, соразмерны ли ваши действия обрядной реакции мужчины? И соответствует ли это всё вместе тому, как вы представляете себе отношение с человеком? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok